Саляму алейкум ва рахматуллахи ва ракетуха. Бисмиллян хамду лиллях. Саляту вассаляму аля Расулли ля. Судный день. И мы с вами открываем следующую главу. Эта глава называется «Аль-Хисаб валь-Джаза». Хисаб, то есть расчет, расчет. И, соответственно, после подведения итогов, воздаяние. Под словами расчет и воздаяние мы должны понимать следующее, что Всевышний поставит перед собой всех своих рабов. Мы уже говорили об этом, что никто не сможет спрятаться от него. И все, какой бы у них конец ни был в этой жизни, Аллах тараля абсолютно всех. Аллах найдет, воскрешит всех. И мы с вами говорили, что найдутся даже те, у кого, может быть, тела не найдены, может быть, могилы были неизвестны, кого дети, внуки потеряли, кого без имени похоронили. Не важно, была у него могила, не была, был ли он похоронен, или, может быть, он сгорел. Бывает так, что человек может где-то упасть куда-то в кислоту, куда-то в огонь, лава и так далее, и так далее. От него, может быть, на этой земле, может, не осталось абсолютно ничего. Но кого-то в море рыба съела. В истории таких случаев огромное количество. Но Аллах найдет всех. Аллах найдет всех, и все предстанут перед Ним. И вот тогда Всевышний ознакомит всех с их делами, которые они совершали в земной жизни. Также Всевышний ознакомит всех своих рабов с их словами. То есть не только дела. Человек будет отвечать и за свои слова, которые они говорили при жизни. Поэтому, когда любимый сподвижник пророка, Муазий бен Джабель, попросил на сихату пророка, пророк вот так взял язык свой пальцами и сказал, держи вот это, держи вот этот орган, то есть держи язык за зубами. И тогда Муаз спросил, я, Расуль Аллах, неужели в судный день Аллах будет рассчитывать и наказывать даже за наши языки? И посланник Аллах, саламу, сказал, что большая часть людей понесут наказание именно из-за этого органа, то есть из-за языка. Поэтому Аллах ознакомит всех своих рабов с их делами, с их словами. Аллах покажет им все. Сколько в них было имана или же куфра. Аллах покажет им тот путь, который они прошли в этой земной жизни. То есть сколько в них было покорности Всевышнему Аллаху. Как они исполняли Его веления. Или же, как они ослушивались Аллаху. Как они совершали грехи. Также Всевышний покажет им ту награду, которую их ждет. Или же наказание. Или же наказание, которое они заслужили. И в итоге мы знаем, что каждый человек, он получит, получается на руки, он получит свитки, где будут записаны все их вот эти дела, слова, убеждения. То есть каждый получит, вот как студент, после нескольких лет учебы получает диплом в руки, на руки, вот каждый человек получит вот эти свитки. Но у кого-то этот диплом будет дорогой в рай, а у кого-то дорогой в ад. И поэтому кто-то уже изначально поймет, получая этот свиток, если, например, Аллах ангелы передадут этот свиток спереди, в правую руку, это значит милость Аллаха, и это будет дорога ему в рай. А кому ангелы будут передавать слева или же сзади, это уже конец. То есть начало наказания. Поэтому вот это все произойдет в судный день, когда мы дойдем вот до этого этапа, этап аль-хисяб воль-джаза, то есть расчет и наказание. Конечно же, расчет будет разным, для всех людей индивидуально, потому что Аллах справедливый. Поэтому для кого-то расчет окажется легким, для кого-то расчет окажется тяжким, потому что все зависит от степени его имана, от количества его благодеяний или же грехов. И Всевышний в Куране описывает, каким же будет расчет. Всевышний сообщил нам о том, как будет происходить расчет в судный день и воздаяние. И существует огромное количество аятов. Эти аяты, они приходят в разных сурах, в разных местах, в разных джузах, чтобы вот каждый раз, когда мы открываем книгу Аллаха, мусхав, когда мы читаем практически любую суру, чтобы мы нашли какую-то часть, часть вот того, что ждет наш судный день. Потому что каждый раз человеку нужно напоминать об этом. Поэтому очень много повторений. Аяты повторяются, которые описывает судный день, расчет, наказание, кому-то награда, чтобы всегда это было, служило напоминанием ему. Например, Суратус Зумара. Всевышний говорит, «Земля озарится светом, нуром твоего Господа, и будет положено Писание. И будет положено Писание. И будут приведены пророки и свидетели, и их рассудят поистине, и с ними не поступит несправедливо». Вот этот аят описывает судный день и каким будет расчет. И достаточно всем нам знать, понимать, что судьей в этот день, то есть, который будет вести расчет наших дел, это будет кто? Это будет наш Создатель. То есть, справедливейший Судья, хранитель небес и земли. И вот если человек поймет это, что судьей будет Аллах, справедливый, величайший, также и милостивый, также и сокрушающий, то вот здесь уже мы можем представить себе, насколько великим и внушающим будет вот этот, ну, на самом деле, страх, который постигнет наши сердца. И Всевышний в Хуране говорит, в Сурат-Уль-Бакара, 210-й аят, Аллах говорит, «Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним, осененный облаками, вместе с ангелами, и все будет решено». И все будет решено, то есть они думают, к Аллаху возвращаются дела. То есть все абсолютно наши дела, слова, убеждения, нравы, все возвращается к Аллаху. И все Аллах рассчитает, все нам покажет, и каждый получит по заслугам. Также Сурат-Уль-Кахф, 18-я сура, это 18-я сура, та сура, которую мы читаем именно в пятницу, 49-й аят. Всевышний говорит, «Ва ууды аль-китаб», и будет положена книга. То есть китаб, книга, если вот это слово, китаб, кетаба, яктубу, мактуб, мактаб, слово китаб, книга, образовано от слова писания, то есть то, что было написано. Почему китаб? Китаб, книга, это то, что написано. А письменный стол, на арабском языке, мактаб. Ну, у нас на татарском, это школа, там, где пишут, да? Поэтому, вот, Всевышний говорит, «Ва ууды аль-китаб», и будет положена книга, «Фатару аль-муджремина, мушфикина, миммафи». И ты увидишь, как грешники, будут дрожать, как грешники будут трепетать от того, что в ней. Потому что каждый грешник поймет, что там его дела, там его жизнь, там его преступления, там его прегрешения. Мушфикина, миммафи, «Ва якулюн», и скажут они, «Я вайлятана», «Горе же нам», «Ма ли хадал китаб», что это за книга? Что это за книга? «Ля югадиру сагиратан ва ля кабира». Эта книга, в ней не упущен ни один малый и ни один великий грех. И все, «Илля ахсаха». То есть они удивятся этой книге. Потому что люди, мы это с вами прекрасно понимаем, на своем примере, вот очень много слов произносят наши уста. Очень много ненужных дел мы совершаем при жизни, и мы их забываем. Иногда даже какие-то обидчивые слова мы можем сказать своим супругам, близким. Иногда через какое-то время можешь жену спросить, «А что ты такая, все такая хмурая ходишь? На что обиделась? Ты уже давно забыл, как ты ее там обижал? Или даже сам не понял этого? Она тебе говорит, «Вот ты мне так-то, так-то сказал, неужели я так мог сказать?» То есть мы забываем о все в этой книге. Поэтому грешники, когда увидят эту книгу, они скажут, «О, горе нам, что это за книга? Ни один, ни мельчайший и небольшой грех, он не забыт, он не упущен». То есть, «Ой, мы ангелы не могут сказать, а мы забыли про эти грехи еще?» Написать, «Все там». «Илля ахсаха». То есть все там рассчитано, все запротоколировано, там-то в такой-то день, в таком-то месте. Ангелы все видели. Хотя, вот мы же знаем прекрасно, Аллах нуждается в этих ангелах? А? Нет. Аллах, Аллах, «Вакафа билляхи шахида». Достаточно нам Аллаха как свидетеля. Но Аллах установил свидетелей. То есть, есть свидетели, которые будут свидетельствовать, что да, вот там-то, там-то он сказал так-то, так-то, там-то, там-то он сделал то-то, то-то. Поэтому грешники скажут, «Горина, эта книга не упустила ничего, ни маленький, ни великий грех». «Ва-ваджеду ма-амилю хадыра». И Всевышний говорит, они обнаружат, найдут перед собой все, что они совершили. Хадыра, хадыр, то есть, присутствует. То есть, вот все, что они там делали, все вот это будет присутствовать, все это поставят перед ними. Вот то, что ты делал. Все там, видеосъемка, что тебе надо? Все будет. И «Уаля язлиму раббука ахада». И, конечно, мы не должны забывать, Всевышний справедлив, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. Несправедливо. И поэтому, вот, дорогие братья, иншаллах, мы будем в течение нескольких лекций будем продолжать читать вот эти аяты, хадисы, которые описывают, как же будет происходить расчет в судный день. Субханакаллаху мабихамдик, ашхаду, ан ла илэга илэ ан аставфюруху атубайлей. Субханакаллаху Субханакаллаху